Смотри, это вольфартова муха, которая жаждет в тебя накинуть пару десяток личинок, а потом они съедят тебя изнутри. А это тигр, один из самых крупных хищников из семейства кошачьих, который также готов тебя захавать. А кто еще готов тобой перекусить, сейчас узнаешь. Всем привет, любители животных! Кто же эти 10 существ, которые способны нас съесть? Подписывайся на канал Марии Гуровой. Мария живет в Аргентине, где она открыла свой собственный бутик путешествий. На своем канале она рассказывает про жизнь в Латинской Америке, о путешествии и дает советы по предпринимательству и достижению целей. Также на канале вы найдете видеоблоги из разных уголков планеты, где путешествует Мария. Подписывайся на ее молодой канал. Ссылка в описании. Кастариканская хальцида камикадзе. Многие наездники семейства хальцид откладывают свои яйца в тело млекопитающих. Но лишь эта особь испытывает особую любовь к человеку. Подробнее всего про обычаи наездника может рассказать Майкл Кендрелл, фермер из Новой Англии. Беднягу прямо в ухо ужалило хальцида и ужалило так сильно, что еще недели две ухо нестерпимо болело и перестало что-либо слышать. А вот на третьей неделе ночью жена Майкла, проснувшись и включив свет, обнаружила, что из уха ее мужа на подушку выползают юные тварюшки. Срочная операция спасла фермеру жизнь. Из его уха изъяли 400 граммов личинок, уже готовых к превращению во взрослых особей. В случае с это и голова фермера просто взорвалась бы изнутри. Тигр. А вот и он, красавчик, который хочет тобой полакомиться. Каждый десятый тигр, неважно, бенгальский, амурский или суматранский, почему-то становится людоедом и всему на свете предпочитает человеческое мясо. Хотя остальные девять его сородичей всячески игнорируют этот деликатес. И даже убив человека в припадке ярости, никогда не пытается заодно им и пообедать. А вот один все-таки съест. Клеющий краснотелк-краснотелка. Распространен по всему миру. Выглядит невзрачно и незаметно. За волоском на руке клещ может прятаться, как вы за дубом. Ты легко можешь подцепить красных телок-краснотелок где-нибудь на природе. Обычно они кидаются тебе на ноги, забираются на щиколотки, потом наглеют и лезут под одежду, подбираясь ближе к телу. Добравшись до кожи, они выкусывают в нем ямку, вливая туда разжижающую кровь жидкость и пьют получившийся коктейль. Подкожный глист. Встречается в Африке и Емени. Не езди в Африку и Емень. А уж если тебя туда ненароком занесет, пей только воду из бутылок и не вздумай открывать рот, если будешь купаться. А лучше вообще не купайся. Нет, это не у меня паранойя. Это в Африке и Емени подкожные глисты. Ты сейчас услышишь и поймешь. Итак, вместе с сырой водой ты можешь проглотить несколько водяных блок, зараженных паразитом. Блохи это ерунда, они просто переварятся в желудочном соке. Личинкам же паразиты этот сок глубоко безразличен. Они внедряются в ткани и растут, достигая полутора метров в длину. Почему-то глисты любят в одной жертве заводиться парами. Примерно через год у пары случается любовь, после которой самец завершает свое земное существование, а самка начинает искать выход наружу. Проедая ткани тела, она спускается вниз к ноге и делает там дыру. Нога воспаляется, там появляется опухоль, которая в конце концов скрывается, и червь начинает медленно выползать наружу, приветствуя всех окружающих людей. Торжественный выход в свет может продолжаться неделю. Все это сопровождается сильной болью и белыми выделениями, которые содержат миллионы опасных личинок. Анкилоастома. Это существо распространено по всему миру, то есть где бы ты сейчас ни был, она рядом. Ее личинки терпеливо сидят в земле и ждут, когда на них наступят босой ногой. Как только это происходит, микроскопические анкилоастомы внедряются в жертву сквозь пор и пролезают в кровеносные сосуды, оттуда в легкие и ротовую полость. И, наконец, долгая дорога домой завершена. Вместе с проглощенной пищей личинки добираются до желудочного кишечного тракта. Тут в тонкой кишке паразиты дозревают, отращивают длинные зубы и прицепляются к кровеносным сосудам пить теплую и вкусную кровь. Отныне их существование безоблачно. Им тепло, уютно, пища сама льется в широкую разинутую пасть. С потомством хлопот никаких, откладываемые яйца отправляются в самостоятельную жизнь вместе с отходами пищеварения. Человек с анкилостомой может догадаться об этом по следующим признакам. У него мало крови, хочется есть всякую дрянь, например, мел, глину и еще вот этот замечательный сочный кусочек гипсокартона мне, пожалуйста. Он все время утомлен и все время хочет спать. Смотрит канал «Животный мир»… ой, не то. В общем, если хотите жить лучше, сдайте анализы, и если вдруг анкилостома у вас есть, грамотное проведенное лечение не оставит ей никакого шанса. Бычий цепень Больше всего шансов свести с цепнем – тесное знакомство у любителей бифштексов с кровью, так как паразит попадает в организм с непрожаренным мясом. Сам цепень ведет себя более-менее пристойно, не пожирает свою жертву изнутри и не высасывает из нее кровь. Может быть, он бы и хотел, но не может, потому что у него отсутствует пищеварительный тракт. Так что есть и переваривать приходится человеку, а глист просто впитывает в себя через поверхность тела питательные вещества и растет, может вымахать до 8 метров. Вытравить его на сегодняшний день достаточно легко. Главное не заниматься самолечением, и как только появляются симптомы глистного заражения, потеря веса, слабость головокружения, отправляться сразу к врачу. Таракан Если в доме бездушного, негостеприимного хозяина, тараканам не удается найти ни крошки съестного, зверюшки все равно сумеют выжить. По ночам голодные тараканы приходят к спящим людям и откусывают им ноги. То есть не целиком, просто по крошечным кусочкам отгрызают эпидермис пальцев ног. Бактерии Когда тебе в очередной раз придет в голову мысль о том, что никому от тебя нет никакой пользы, подумай о бактериях. Миллиарды этих крошечных изящных созданий в эту самую секунду занимаются тем, что старательно тебя едят как изнутри, так и снаружи. И в итоге таки съедят совсем. Но ты на них не обижайся, без них у тебя бы не было бы шанса дожить до этого момента и вообще появиться на свет. Потому как именно бактерии и создали органическую жизнь на нашей планете. Анаконды В принципе, эти огромные до 11 метров водяные змеи питаются обезьянами, но у них плохое зрение, и если долго не спать по ночам, не бриться и не мыться, то вполне можно стать жертвой большого удава. Термит-привидения Крайне, крайне интересная форма жизни. Крошечные прозрачные муравьи, живущие в Австралии и США, строят свои гнезда муравейники в корнях деревьев. Но только те из них, которым не повезло встретить на своем пути крупное млекопитающее, например, человека. Если же счастье улыбнулось, то они выстраиваются клином и отправляются в путешествие по ноге встречного, решительно карабкаясь все выше и выше, пока не добираются до анального отверстия. Спев порядка ради весь мир на ладони, ты счастлив и нем, термит-привидение ныряет в эту уютную, вкусно пахнущую пещеру и начинает обустраиваться. Из прямой кишки некоторых пострадавших извлекали термитники по полтора-два килограмма весом с количеством обитателей, превышающим 20-30 тысяч особей. Чем они там все питаются, думаю, объяснять не надо. Интересно другое. Как жертвы термитов ухитрялись годами не показываться врачам? Если известно, что основной симптом заражения термитами это нетерпимый жгучий зуд в области ануса. В общем, я бы не хотел, чтобы у вас или у меня был бы подкожный глист или еще хуже термиты в одном месте. Так что, ребята, если что, сразу к врачу. С вами был канал Животный Мир. Подписывайся, если ты не термит. Всем пока!